Итак, ребята, всех приветствую. Продолжаем наше прохождение. Поговорили мы с Мишей. Попросил он нас всё-таки помочь ему отсюда свалить. Мы, конечно же, ему поможем. Но вот, интересно, что это за товарищи тут в универмаге тусуются всё-таки. Почему они на меня нападают? Никак не подсветить их, блин, даже. Просто сразу же эти тут спят вообще. Ну, фиг знает. Просто не хочется запороть что-то случайное. Надо получить где-то на локации какую-то информацию о том, что это за челики такие, и потом уже что-то с ними делать. Так, я со всеми патрулями поговорил. Нет, не со всеми. Плотно сбитый молочек в дутой куртке окидывает вас оценивающим взглядом и поудобнее перехватывает свой видавший виды АК-74. Впервые тебя вижу. Что забыл на территории чертей? Тебе какое дело? Проходи мимо, шкет. Так, а кто спрашивает? Штык, просто штык. Теперь тебе лучше свалить отсюда, если жизнь дорога. Да, я услышал достаточно. Умри. Погоди, штык, расскажи мне про этих чертей. Черти держат районы его окрестностей. Мы трясем утюгов, ломаем нос... Трясем утюгов? Кто это такие? Ломаем носы, берем барыг, которые детям наркоту толкают. Делай в сером углу все, что хочешь. Тут законов нет, но следи за тем, чтобы не перейти нам дорогу. Понятно? Вы типа местная милиция? Слово на букву М в отношении нашей бригады попрошу не использовать. Короче, поясняю. Для самых непонятливых. В сером всем на все плевать. Воруй, убивай. Обидно будет только фигурантам. Единственное, постарайся не лезть в наш бизнес. Серьезно. Здоровее останешься. Ладно, на вопросы ответишь? Не знаю почему, но ты мне нравишься. Что ты хотел спросить? Твое имя? Ты чем меня слушал? Назвался же уже. Штык я. Ш-Т-К-Ик. Так, ладно. Район. Район как район. Если по чесноку в сером не опаснее, чем на той же Колотушкинской. Просто народу тут плевать друг на друга. Если ты в конец это мороженое, то мочи кого хочешь. Заступятся в лучшем случае только кореша. Только кореша. Так, а что про сам Трудоград думаешь? Хех, тут одни говорят, что, мол, это город будет вечно стоять. А я на это отвечаю. Нож в печень никто не вечен. Даже Трудоград. Что интересного происходит тут? Ничего интересного. Я не знаю, мужик. Ну, черный лотос вот стало сложнее пробивать. Самый чистый, говорят, через порт проходит. А у них там свои порядки, свои поставщики. Тяжело вздыхает. А у нас они... И нас они не особо жалуют. Так, ну и бомбоган, конечно. Блин, так давно его вообще не было. А тут пришли и чуть ли не с каждым встречным играем. Прям вообще замечательно. Нечем ходить. Класс. Ему тоже нечем было. Сейчас я блиндажей настрою. Да, он что-то продукт все копит и копит. Ну-ка, получай. Офигеть, что я у него столько ресурсов-то? Все, готов. Интересно, ради можно как-нибудь выиграть ресурсами. Насколько я знаю, если собрать 10-10, то... Должны засчитать победу. Ну, по крайней мере, в мобильной версии бомбогана так. Так, с пиваном мы знакомы. Хм, какой-то чел с ружьем вышел. И зашел обратно. Так, ночлежка тупик. Нам туда пока не надо. О, довоенная водка. Хавали немного. Капец, у гексогена там уже вообще... Всего миллион лежит. О, а он перегружен, ничего себе. Надо скорее торговца найти какого-нибудь. Боливар не выдержал ядерной войны. О чем это он? Так, сейчас мы со всеми этими чуваками поговорим. Здоровяк в замызганной куртке смотрит на вас с глуповатой доброжелательностью. Несмотря на это, вы не можете не отметить, что костяшки на его здоровенных кулаках сбиты. Очевидно, что ему нередко приходится применять их в деле. Здорово. Че, докопаться вздумал? Бугай, отвали по-хорошему. И тебе не болеть. Вижу, ты подраться любишь. Мужчина мрачнее, ты отрицательно качает головой. Похоже, что вы не угадали. Нет, не люблю, но иногда это необходимо. Жизнь в сером углу такая. Тяжелая. Угу. Это я понял. С кем драться приходится? С местными, с приезжими, с бандитами, с пьяными, с обколотыми, с мутантами, с... Мужчина явно готовится назвать всех, вам всех и каждого, с кем можно, а порой и нужно драться в Трудограде. Перечисление этого списка рискует затянуться. Да-да, я понял. Давай вопросы. Нет, это тебе лучше к Эдварду и... Или Эдику обратиться. Они разговаривают мостаки, а я так больше руками работаю. Ага, тебя как зовут? Эдуард меня звать. Красивое имя, правда? Да, ничего такое. Ага. Это родителям моим спасибо и дедушке, потому что в честь... Его меня так и назвали. Можно, конечно, было его, не знаю, там... Спровоцировать. Но... Не будем. Худощавый мужчина в потёртом тулупчике с опаской поглядывает на вас. За его верёвочный пояс заткнут качественный трёхствольный пистолет. Гордость современных оружейников. Судя по внешнему виду, это обычный уличный уголовник. Однако его голос выдаёт в нём хоть и опустившегося, но всё-таки интеллигента. Вы чего-то хотели? Не похож ты на остальных местных. Мужичок застенчиво шаркает ботинком и опускает взгляд. Это так заметно? Эх, ну что скрывать? В детстве... В детстве я в бункере провёл. Получил хорошее техническое образование. Только... Оружие только у охранников видел. Техническое образование, говоришь? Это уже интересно. Вот. Вы понимаете всю важность хорошего образования. И в нашем бункере все это понимали. А вот коллектив не ценили. Поэтому половина населения разбежалась, только-только оказавшись на поверхности. Эх, жаль. С того момента я уже не встречал похожих людей. Одни воры, убийцы и извращенцы. Хороший пример моя нынешняя компания. Ну ладно, не будем о грустном. Так. О чё? Нельзя у него там про бункер спросить, например. А как ты на поверхности оказался? Послали зачем-то, да? Не-не, у нас просто еда закончилась. Да и сидеть под землей всем надоело. Настолько надоело, что половина населения разбежалась, только-только оказавшись на поверхности. Ну да, то же самое дальше говорит. Ага, ну и можно спросить у него... Попросить, чтобы он по знаниям и технологиям поделился. В глазах у дощавого мужичонки загораются радостным огнем, который, впрочем, тут же потухает. Он сконфуженно кашляет и стыдливо опускает взгляд. Я бы с радостью поделился с вами своей основной специализацией, но... Ох, как же неловко это просить. Вы не могли бы заплатить мне за лекцию? Ну, давай. Да мне не деньги нужны, понимаете? Жизнь такая штука тяжелая. А в сером углу так много причин для нервов. Ух, нет способа это красиво подать. Короче, если у вас есть пакетик черного лотоса, то я буду рад прочитать вам лекцию. Угу. А я весь его выложил. Расскажи мне о черном лотосе. Страшный седетативный наркотик, но человек, к сожалению, слаб, и тяготы мира тяжелые. Если же вы хотите спросить, как лотос попадает в город, то я не знаю. Одни говорят, будто его привозят какие-то восточные пираты, другие утверждают, что винить нужно приезжих с севера. Угу. А ты самого достать не можешь? В сером углу мало кто им торгует, но после того, как я заметил, что местные дилеры подмешивают в наркотик толченый уголь, на ней меня избегают. Да-да, именно они. Считают, что я слишком умный, но мне-то уже плевать. Я готов с углем принимать. Наркоман начинает мелко дрожать, но быстро берет над собой контроль и вытирает взмокший от пота лоб рукавом. Угу. Вопросы. Как звать? Эдвард, приятно познакомиться. Расскажи об этом месте. Это серый угол, мрачное место, где живут наркоманы и преступники. Ужасно, что я вынужден коротать здесь свое время, но так уж сложилась судьба. Угу. Расскажи о Трудограде. Я не хотел бы публично делиться своими взглядами на Трудоград, поэтому просто скажу, что солидарен по этому вопросу с лириком Проспера Петровым. Сей град буржую, кущи рая, а пролетарию, что псина злая. Под каждым словом готов подписаться. Отличный был поэт. И за что его только в девяносто пятом расстреляли. Серый угол это не место, где вы хотите очутиться. И как жители, и как посетители. Ладно, сплетни, слухи. По трущобам прошел слух, что хозяин гостиницы в пригороде держал в подвале рабов, которые делали для него сувенирные медальоны. Многие северяне хотели бы его за это придушить, но негодяй куда-то запропастился. Пойду я лотос найду, что ли? Он у меня, конечно, на базе лежит, я его выкладывал. С собой я его не таскал, потому что его там продать было невозможно. Пипец одна бутылка, офигеть, низ килограмм аж. Так, а чел, который просил помощи, он там стоит, да? Хм, ни у кого нету черного лотоса. Капиросы, патроны. Ну, понятно, что, конечно, где-то я здесь все-таки куплю себе... В смысле, я с ним не говорил, что ли? Блин, я не то сохранение загрузил, получается. Фак. Ладно, сейчас проклацаю быстро. Блин, возможно, в этом сохранении я еще и с призраком не говорил. Блин. Надо и вот этого чела проверить тогда. А то он что-то как-то быстро загрузился такой. Думаю, нормально же все. Так. А, ну, он такой себе торговец. Так. Так, сохранимся. Хаваем гриб. Где он у меня? Ну, если он не появляется, значит все нормально. Давайте с третьим челом поговорим. Ба, какие люди! Еще до того, как подойти, вы почувствовали на себе хитрый взгляд этого кореностого мужичка в армейском бушлате. С ухмылкой, которую... С ухмылкой, которую более грубый оперативник атома охарактеризовал бы как дерьмоедскую. А вы просто называете подозрительной. Он протягивает вам ладонь для рукопожатия. Здравствуй, здравствуй, почтеннейший. Какими судьбами? Внезапно мужичок замолкает, его протянутая рука сжимается, ставив только одинокий указательный палец, направленный на вашу портативную рацию. Вау, брат, что твоя бандура? А кто, собственно, интересуется? А, ах да, мы же не представились. Эдик, просто Эдик. Очень приятная. И так далее, и тому подобное. Слушай, а ты в курсе, что с помощью такой малышки можно выйти на связь с бункером КГБ? Ты определенно хочешь мне что-то сказать. Давай, колись. Твое маленькое радио вполне может выйти на связь с одним конкретным бункером. Причем не просто конкретным, а конкретным. Таким, в котором хранится хранится золото партии. Предположим, ты меня заинтересовал. Продолжай. Все знают, что под Трудоградом находится бункер КГБ, куда в 86-м отправили золотовалютный фонд коммунистической партии, но никто не знает, как в него попасть. Говорят, что мастер Владлен Самоделкин, живущий где-то на верхних этажах города, мог бы сделать достаточно мощное радио, которое позволило бы выйти на связь с бункером, но для этого ему не хватает рации, вроде той, что есть у тебя. Ему только рации не хватает? Полагаю, что нет. Из одной рации, пусть и очень хорошей, супер-мега-радио не сделаешь. А что даст выход на связь с бункером? Говорят, что гибисты застряли там, а поскольку золото нельзя есть, то они очень хотят, чтобы кто-то их спас. И готовы заплатить за это сколько угодно. Ясно, а где этот мастер живет? Говорю же, где-то на верхних этажах, а где именно, я сам точно не знаю, но уверен, что кто-кто, а ты его отыщешь. Да, какой-то это бред все. Можешь верить, можешь не верить, но скажу тебе так. Когда ты рано или поздно встретишь в своих странствиях мастера Самоделкина, он 100% потребует у тебя пару десятков, а то и сотню каких-нибудь деталей. Сам знаешь, как оно бывает. А тебе потом бегать собирать весь этот хлам. Поэтому советую начать заранее. Я вот, к примеру, продаю довольно редкие и трудоградские микросхемы. И беру всего лишь 30 рублей за штуку. Это не цена, это музыка. Что ж, деньги у меня были, продай микросхему. Ты представить себе не можешь, как ты правильно поступаешь, покупая их сейчас, а не потом. А, я вспомнил. Да-да-да. Этот искусственный спрос. Там что-то кто-то нам в слухах это рассказывал. Так, ладно, вопросы. Как тебя вообще зовут? Я же уже сказал, как меня зовут. Район. Волей судьбы этот райончик превратился в кишащие наркоманами и бандитами трущобы. Но от местных старожилов я слышал, что когда-то серый угол считался чуть ли не лучшей частью города. Любопытно, как все меняется в этом мире. Так, Трудоград. Почтеннейший. Тебе ли не знать, что в этом городе у каждой шушаря свое мнение водится? Такой уж он неоднозначно. Меня вот все устраивает. Я позитивный человек. Что сказать? Слухи. Ты когда-нибудь слышал про Трудоградский маяк? Жуткая месечка. Говорят, что там еще до войны какие-то ребята жестили. Милиция гоняла, гоняла, а они все возвращались и продолжали жестить. То ли духов вызывали, то ли еще каких-то подсторонних чудиков. Шизики, что с них возьмешь? Ясно. А если у него много микросхем купить? Опа, здорово! Так, еще одну. Вот, нашел, держи, микросхему. В общем, их так бесконечно можно покупать. Нафиг непонятно, зачем они мне нужны. особенно 57 килограмм этих микросхем. Вечер в хату. Вечер в хату. Мочлежка тупик. Очаровательно. Ничего не понятно. Так, ну давайте тогда побеседуем с этим товарищем. По хозяйски наблюдающий за происходящим в отвратительной ночлежке старик складывает руки на груди и приветствует вас лишенной настоящего энтузиазма заученной фразой. Милости прошу к нашему шалашу. Подкрепиться охотом, может отдохнуть. У нас уже третья неделя без смертей. Чего не скажешь о районе в целом. От вашего взора не укрывается татуировка на тыльной стороне его правой кисти. Восходящее солнце с надписью Север. Опа. Утепленный набор. А, это сопротивление холоду. Ну нафиг не надо. Любопытная у тебя наколочка, батя. А, ерунда. Еще до войны сделал. Она значит, что я на Севере долгое время провел. Прошел, что называется, испытание холодом и голодом. Вот так вот. Если ты думаешь, что мне это после войны помогло, то да. Еще как помогло. Татуировка-то тюремная, уважаемый. Умный какой нашелся. Я, чтобы ты знал, на Северном флоте служил. Ты тоже... Там тоже такие иногда кололи. Ух, за уголовника меня принял. Кому скажи. Приклопывая ползущего по полу таракана размером с мышь. Сколько паразитов проживает в этом клоповнике? Они у тебя... Постояльцев еще не жрут. Ну, бывало и такое. Сейчас, конечно, случаев поубавилось. С той поры, где... Как взял себе за привычку каждому новому постояльцу говорить, чтобы с открытым ртом не спал. Эх, но всякая нечисть лучше, чем то, что... У меня сейчас в подвале расплодилось. А что там? Холодцы живые, желейки такие на вид, как конфеты мармеладные, но на деле кислотные мрази со скверным характером. Черт знает, как в мои годы с такой напастью бороться. Вот я просто подпол закупорил, но... Подпол закупорил на все замки и щеколды, какие только смог найти. Эх, беда. У меня там очень ценные вещи хранятся, но... Как же к ним подступишься? А никак. Вот и все. Уже и награду за них предлагал 200 рублей, ни в какую. Так давай я их перебью. Серьезно? О, спасибо. Удружил с стариком. Так, Айн, момент. Вход в подвал под ковром спрятан. Ничего себе, прям светится. Так, давай еще поболтаем. Что же я хотел сделать? Тебя как зовут, отец? В сером углом меня с Ахатом прозвали. Сам не знаю, с какой стати, а из района я очень редко выхожу, так что нужды в настоящем имени не осталось. Чем занимаешься? Ночлежкой заправляю. Тут за всеми глаз да глаз нужен, чтобы друг друга не перерезали. Чудо, что местные забалдыги меня вообще слушаются. По молодости то я силачом был, а сейчас то что? Эдик, хиляк. Ну так, плюнуть и растереть. Так, расскажи про это место. Моя ночлежка это дно. Последний приют для тех, у кого совсем ничего не осталось. Но не думай, что я сам себя унижаю. Пока конечного дна не достигнешь, нечего ногами оттолкнуться. Чтобы обратно всплыть. И это не какая-нибудь пустая фраза, а вполне себе реальность. Не представляешь, сколько людей решило взяться за голову, бросить пить и дать жизни второй шанс после того, как судьба забросила их на один из моих матрасов. Получилось это у человека трех за всю историю заведения, но тем не менее. Слухи. Ты слышал, что весь порт согласился с согласием властей принадлежит теперь купцам из Гаудзё. Там даже у милиции нет никаких прав. Знакомый рассказывал, будто недавно какие-то оригиналы обнесли притон, где петушиные бои проводились. Была стрельба, была погоня, короче, то еще веселье. Слушай, короче, фантомасы сняли за 20 лет до войны. Что же это получается? Или мой завсегдатый Боря синее лицо брешет, что сыграл в нем глав злодея? Или мутанты по всему миру еще до всяких бомб бродили? Знаешь, поговорку из двух карликов баскетболиста не сделаешь. Был в городе человек, который серьезно взялся ее опровергать. Некий профессор Водкин. Гений от бога, но чертовски неэтичный мало ему. Лабораторию после одного эксперимента обезумевшая от ярости толпа спалила. Поговаривают, будто хозяина гостиницы в пригороде замочили. Как по мне, собаки собачья смерть. Об этом типе многие шептались, что он людей похищает. Ночевал у меня как-то раз мужик в бегах от властей убил ребенка в процессе самозащиты. И как его угораздило? Я спрашивать не стал, а теперь жалею. Ну да ладно, может еще увидимся в аду. Был в прошлом декабре, была в прошлом декабре хохма. Ночью стал отлить, гляжу, один постоялец на койке колотится, как в лихорадке. Пожалел его, притащил второе покрывало, смотрю, а там никакой лихорадки нет, его просто крысы ночью изнутри съели, а в пузе возню устроили. Оттого и дрожь была. Охренеть. Слышал про звезду Чигирь? Что если я скажу тебе, что это метеорит? Более того, который весь мир уничтожит, если мы срочно все не возьмемся за голову и не выкатим против него какую-нибудь крутую довоенную разработку, типа пушки или ракеты? Клянусь, это факт. В городе стал популярен наркотик Черный Лотос. От шмали я бы и сам не отказался, но это дрянь, она же из человека овоща делает. В регионе коснозаменной пиявки мутировавшие развелись. Кровь сосут и отпадают, как довоенные, но у ихних слюней новый эффект появился, воспоминания людям путают. Мелочь, скажешь, какую это паранойя в группах путешественников вызывает? Ты когда с кем-нибудь по радио переговариваешь, сохраняешь стенограммы разговоров? А кто их сохраняет? Серьезно? У некоторых группировок в городе есть такие технологии. На любую волну настраиваются, любую конфиденциальную болтовню прослушивают и записывают. Ночевал у меня как-то мужик из Астрахани. По незнанию его в серый угол занесло. А знаешь, зачем он приехал? Изучать трудоградскую ветвь культуры каменных спиралей. Что это значит? Я у нас не видал ничего подобного. Знаешь, почему в Трудограде так мало книжек? Это все из-за мутанта буквоеда. Музыкант приезжий с севера в переходах выступает. У него мутация, рот как у улитки и желудок способный целлюлезу усваивать. Жрет все от Мурзилки до большой советской энциклопедии. Говорят, где-то в городе появилась целая коммуна разумных мутантов. Бедолаг разыскивают всякие банды и шайки, которые хотят человеческий генофонд отмыть их кровью. Я тебе этого не говорил, но путешественники божатся, что к Тудограду приближается целая армия с севера. Бог знает, что будет, но чую, что пару только человек точно прирежут. Понятно. Так, он нам дал квест. Нежеланные гости называется. Зайти пострелять, а то давно не стреляли. вверх. Так, ну что, поехали, записал себе. Этот люк ведет в подвал ночлежки, да. и он сейчас хоп, его за нами закрывает. Секунду. Так, трупы тут у него даже лежат. Ну, вроде ничего сложного. Раз, два, их всего трое. четверо. Ух ты. Что тут? Что это? Трупы? Опа-па. Да. Офигеть, крип 90. Офигеть. Готов. Ах ты, мимо. вот так тебе. М-да. Ладно, отойду вообще лучше, а то... И опять ты его не видишь. Да в смысле слишком далеко? Вот он, в лоб стоит просто. А-а-а, фу, блядь, у меня эта хуйта включена, да ёптыть, а. Я-то думаю, чё не так? Ну-то ещё все жужи весят до хера. Только меня эти штуки любят. Готово. Готово. Тут мертвяк уже окочневший, но ещё не начавший гнить. Жмур относительно свежий. Тут мертвяк, ага, ещё не начал гнить, то же самое. Труп все ценности предсказуемо сняты. Мясо. Мясо. Отлично. То, что нужно, чтобы из морга забрать. Так, ну вроде как всё посмотрели. Что же я хотел сделать? Мужик, а почему у тебя в подвале трупы валяются? Цыц. Тут большинство уже в курсе, но всё равно не ори. Ничего криминального в тех покойниках нету. Я их с улиц собираю уже готовеньких. Сам видишь, какой в городе беспредел творится. Чернуха. Что не ночь, то свежий жмур. Или от гоп-стопа, или после разборок. Или с голодухи. Но для чего они тебе, уважаемый? Не верю, что ты чисто из-за альтруизма решил бесплатный морг открыть. Никакого альтруизма. Просто в сером углу уже бывали эпидемии, когда на улицах слишком много трупов появлялось. А в подвале холодно, темно. Ну и ещё, конечно, шкурный интерес у меня имеется. Этот момент уж точно никому не раскрывай. Одна дама из портового района скупает свежих мертвяков. Не поверишь, для чего? Для своего ручного грызня. А-а-а. Так что смотри, если ты из тех, кто в загробную жизнь верит, то постарайся не сдохнуть в сером углу. Тебя же в аду черти засмеют. Ага. Вот так вот мы в мире и живём. Похоже, что я убил всех холодцов в твоём подвале. Так точно, я в щель наблюдал и твою догадку подтверждаю. Замочил всю ватагу. Хвалю, держи 200 рублей. Каков был наш уговор? Но больше не проси, а то ведь я и без пяти минут нищий. Забей, не нужны мне твои 200 рублей. Ой, даже опыт не дали. О, кого я вижу. Очень рад вас видеть. Э-э-э, вернее, тогда дай, тогда дай денег. Что-то случилось? У меня так много дел. Всё. Всё, 200 рублей взяли. Не вижу смысла от них отказываться. Ну что, тут реально нет ни одного полноценного торговца. Так, тут какой-то чел сидит, вот там ещё какая-то бабка. Хм, тут спит. Девушка тоже какая-то. Тоже заперта. Так, не будем ссориться. Так, не будем ссориться. Перед вами стоит вооружённый Верзиллос огненно-рыжей шевелюрой и застывшим... Не застывший на широком лице пренебрежительной полуулыбкой. Он для него осматривает вас. Словно удав, мышь их хмыкает. Тебе к Чиполино, Нарик. А, там Чиполино сидит. Ты кто такой, Рыжий Конопатый? Сапелкин, я охранник Чиполиновский. А ты кто такой? Бонифаци, майор Атома. Хе-хе, да-да, как скажете, агент особого назначения. Не похоже, что молодчик поверил вам. Скорее всего, оно и к лучшему. Что скажешь о Чиполино? Спроси его самого бородяга. Как-то некрасиво человека обсуждать за его спиной. Понятно, слухи. Скоро в Тудограде цены на шировьё подскочат. Так что советую заранее закупиться и не жадничать. А чего они вдруг подскочат? А мне так старая цыганка нагадала. Если не хочешь прилететь с будущей дозой, то лучше обратись к Чиполино. Он тебе там сам всё оформит. Угу. Чё тебе надо? Бледно, агрессивно настроенная молодая женщина останавливает вашу попытку начать с ней беседу грубым толчком в плечо. Ты чё, дурик, поговорить ко мне подошёл? Парочку вопросов задать типа? На территории чертей мы задаём вопросы. И к тебе у нас их пока что нет. Пока что. Я не позволю так со мной обращаться. Умри. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Но, раз их нет, то, может, всё-таки ты на мои ответишь? Хотя, расскажи про чертей, кто вы такие? Мы банда. Не ждал такого прямого ответа? А что тут скрывать? Как наш Громотей Миша Ноги Осьминоги говорил, пока его не покромсали? В сером углу вакуум власти. Менты сюда не ходят. Буржуям тут нечего продавать. Так что, вполне логично, что здесь сформировалась группировка, которая рулит местными опущенцами. Веди себя нормально, и всё с тобой будет хорошо. Ну, или просто не трогай никого из чертей. Хе-хе. Ладно, не буду. Вопросы. Подожди с этим. Знаешь, чему меня жизнь на улицах научила? Что есть два типа людей. Те, которые задают... Те, которые знают, что черти — это силы. Которые думают, что будто черти — это лошьё, которое можно разводить. Так вот, ты к какому типу относишься? Записывать себя в какие-то категории — это не мой стиль. Правда? Ого! Это так круто! Ох, ну так и быть, задавай свои вопросы. Хе-хе. Хе-хе. Как тебя зовут? Тличка Рысь, потому что любому могу... Любому могу на конфетти покромсать, понял? Чем занимаешься в банде? Пироги пику? Мля. Хе. Тем же занимаюсь, что и остальные. Помогаю местных барыг стричь. Учертирь в направе полов, к твоему сведению. Хе-хе. Так, что про район скажешь? Трудоград — не море, не озеро, даже не речка, но у него есть дно, и ты сейчас на нём, дурик. Угу. Так, слухи. Слышала, говорят, что какие-то местные жулики с богачом связались, иностранцам, походу. Только он им такую задачку задал, что они все зубы об неё обломали. Теперь продают возможность другим с этим мужиком повстречаться, счастье попытать. При этом она без оружия ходит. Угу. Хуясь, давай, карты доставай, женщина. Ух ты, блин. У меня пока ни одной атакующей карты нету. Надо было вот эти три дропнуть. О. Получай. Вообще гопником сходил, господи. Ух ты, сравняли. Ух ты, сравняли. Угу. Вот им бы я, конечно, сходил и выиграл бы сразу. Хотя я и вот так могу выиграть. Всё, готово. Лохушка ты, рысь. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Гони три царика. Хе-хе. Так, чё у нас тут? Ну, давайте к Чаполино зайдём. Наверное, мы его сразу убивать-то не будем. А я кому-то, кстати, в карман хоть... Да-да-да, я вспомнил. Я к этому хотел залезть в карман, потому что у него там какой-то пистолет был крутой. Или не у тебя? По-моему, всё-таки у него был, но он там не отображается. 60 рублей аж у него. Ничего себе. Без лишних прелюдий и предисловий сидящий в кресле мужчина хлопает себя по коленям и начинает энергично по-деловому закатывать рукава. Так-так, на обычных моих покупателей ты не похож. Что достать? Лотос, Стимы, Ганю, Джанка, Каспера, Белый. Обращайся, у Чаполино много чего есть. Ага, хера себе косарь он стоит, чёрный лотос. Хм, даже ложку продаёт. Ну, за косарь-то я не буду у тебя его покупать, это точно. Слишком дофига. Так, молча смотреть болтливого незнакомца. На лице Чаполино набиты безвкусные татуировки. Вероятнее всего, год рождения над правым глазом и слезинка под левым. Стандартные проявления бандитской тяги к условно прекрасному. Тонкие аккуратно подбритые усики заканчивают образ молодого авторитета. Чего уставился? Я спрашиваю, ты что-то купить хочешь или как? Слушай меня внимательно, Чаполино, тебя хотят убить. Хе-хе. Так, вопрос для начала. Почему тебя прозвали Чаполино? Потому что... Потому что кто меня раздевает на деньги, тот слёзы проливает. Не знаю почему, потому так и назвали. Вот кличка и прицепилась. Ага, что скажешь про серый угол? Это наш местный Шанхайчик. Честной работы тут мало. Честной работы тут мало. И закона порядка ещё меньше. Кто сильнее, тот и главнее. Даже черти. Здешняя банда только трясут на деньги. А защиту не предоставляют. Беспредельное место, короче. Мне нравится. Так, а про Трудоград чё думаешь? Весенние потопы, беднота, преступность. Летом канализации повсюду воняют. А всё равно это лучший город в этой части планеты. Почему? А потому что, если твой горшок на плечах хоть чуть-чуть варит, у тебя есть шанс выйти в люди. Это дорогого стоит. Так, слухи. Пока никаких особо интересных слухов до меня не доходило. Ну кроме того, что в городе и так все знают. Мне тут передали, что у тебя могут быть тылуровые болванки, которые я ищу. Ты про эти блестящие фиговины, которые мне пендель загнал? Не знаю, для чего они тебе, но я готов продать их за три косаря. Тысяча за одну болванку. По-моему, довольно честная цена. Дружище, ну почему так дорого? Раскинь цену наполовину, я их куплю. Так, они радиоактивные. Ты поступишь мудро, если просто отдашь их. Я вас умоляю. Ты знаешь, кого ты пытаешься нагреть? Я от каждого второго хлюста подобное гонила, слышу. Ой, у тебя лотос с углем смешан. Ба-ба-ба, снись цену. Ах ты, псина. Поганая. Так. Попробуем все-таки пройти у него проверку. На обманы сэкономить кучу денег. Где они у меня? Духи мои. Так, что там? Блин. Юху, спасибо. Нормально. Духи должны нормально перкнуть и добавить не только харизму, но и... Но и вот этот, это ёптыть. Параметр общения. М-м-м-м. Во-во-во-во. Ни в какую не хочет. И-ть-ть-ть. М-м-м-м. О, отлично. Перкануло все-таки. Вот скотина, а. Вот ты уболтал, черт языкастый. Ладно, плати на сколько добазарились и забирай свои болванки. Полторы штуки. Ну, пока... Нет, не буду я тратить полторы тысячи, я на броню коплю дорогущую. Давайте посмотрим, что если мы скажем, что его хотят убить. Кто? Стой, не отвечай, моржов, да, который борется против наркомании. Ну, он лох чилийский, но сел на двух копытах. Слухай сюды, я тебе отбашляю приличную сумму с барского плеча. Три штуки деревянных, а ты завали этого фраера ушастого. Идет? Ну, давай. Ты что думаешь, что я совсем фитюк? Человеческая жизнь в Тудограде вещь дешевая. Три тысячи за три жмурика, это хорошие деньги. Понятно. Ну, мы, конечно же, так делать не будем, мы его замучим. Так, какой-то чел. Чё происходит? Понурый, измученный какими-то горькими думами, мужчина реагирует на ваше появление громким охом и гримасы, которые люди обычно готовы выдать только при встрече с маньяком-убийцей или мутировавшей гориллой. Стой, где стоишь, я знаю, кто ты такой, что тебе нужно. Вы замечаете, что словесным предупреждением перепуганный мужичок решил не ограничиваться. И вот рисующаяся рука медленно, но верно, тянется за пазуху. Так, сводите мужчину за руку, пока он достает оружие. Вы даете волю рефлексом, бросаетесь на мужчину, и через пару секунд напряженной борьбы ваш хлипкий оппонент мрачно и обреченно таращится на вас с пола, как побитый пес. А вы крутите в руках охотнятый у него обрез. Тяжело дыша, сраженный мужичок выдавливает. Хоть встать, да и не хочу лежа подыхать. Не хочет он, а придется. Да кому ты нужен, я тебя знать не знаю. Когда ваш поверженный собеседник вновь встает на ноги, он выглядит заметно сконфуженным. Да уж, будь ты тохиным человеком точно бы хлопнул. Это же надо было в такой непонятке случиться. Блин. Давай с чистого листа, ладно. Меня зовут Сеня Марков. Скажи, ты бы хотел заработать большую сумму без обманок и прямо сейчас? Так, погоди. Ты меня за кого вообще принял? Сейчас все по полочкам разложу. Раньше я состоял в уличной банде авторитета Тохи Кальмара. Вместе со своими корешем по отличке Грузила. Недавно в силу обстоятельств мы решили завязать с криминалом. Решили стянуть напоследок деньжат из общака и зажить законопослушно, как в школе учили. Только нас спалили за этим делом. И теперь по моей душу могут прийти тохины мордовороты. А то я он сам. Смекаешь? Сколько вы с другом украли, откуда ты знаешь, что вас спалили? Мы с Грузилой выждали день. Когда казну банду будут охранять только Фигаро, Тохин, Мастиф и проникли внутрь. Снотворного в колбасу накрошили, раскидали всюду. Дождались, пока пес вырубится. Стянули аж 10 тысяч рубликов. Двинули на завод, а тут Фигаро проснулся. Да как, прыгнет на нас? Грузили в руку вцепился паскудник. Аж Клок одежды вырвал. Тут я его монтировкой по хребтине и приложил. Насмерть, но спугнул. А, не насмерть, но спугнул. И только на хате сообразили, что когда пес от нас удрал, у него в зубах оставался Клок рубашки грузилиной. Которому был его талисман прикола. Цвинцовая грузила. Теперь вот живем в бесконечном ожидании смерти. Я здесь, а он на работе у себя. Что-то грузила знакомая. Мы вроде встречали уже такого чувака. Ладно, почему решил завязать с криминалом? Начнем с того, что условия в банде были хреновыми. Я согласен жить в страхе перед начальством. Я согласен жить в страхе перед начальством. Ты не подумай. Но только если этот страх не выплаты зарплаты. А не то, что меня за косяк в расчетах могут в серной кислоте растворить. Да еще и трехпроцентный, чтобы помучался. Плюс нашего сгрузилой кента недавно на недавнем деле купцы в бочину из дробыша цепанули. У парня кличка была Юморист И. Теперь его все еще чаще называют Плакса АУ. Потому что он без стона пару метров пройти не может. Короче, работа опасная. На пенсию досрочно захотелось. А что за человек такой Тоха Кальмар? Совершенно лютый перец. Но, а иначе и быть не могло. В уличных шайках, особенно из совсем убитых отдаленных райончиков, на верхушку пирамиды вылазят только самые сильные, жестокие и поехавшие мрази. Так, а теперь что ты там говорил насчет заработка больших денег? Значит так, в любой момент сюда могут нагрянуть бандиты Тохи Кальмара. Я им нужен. Причем скорее мертвым, чем живым. Будь другом, помоги отбиться. А то ты сам видел, как меня колбасил, когда я решил, что ты один из них. За помощь с меня тысяча и семнадцать рублей. Сорок копеек. А, черт с ним. Округлим до тысячи и восемнадцати рублей. Гулять так гулять. А еще ты получишь славу крутейшего Деспирадо серого угла в подарок. Соглашайся. А можно узнать, почему сумма такая конкретная? Это профессионально. Думаешь, я макушничал или тачки в погонях с ментами водил, пока корешил с Тохой? Я, черт меня, дерись щитоводом в основном припахивал. Цифры мои, все. Но, может, уже ответишь на самый важный вопрос. Ты со мной? Ладно. Вот это ты удружил. С кем-то в компании умирать не так страшно. Точнее, вместе мы точно справимся. Так, надо начинать суетиться. У меня вон там доски лежат. Сейчас я гвоздей притащу, заколотим, все. Снаружи можно окопчик вырыть. Пару растяжек. Постой. Ой. Ну все, нам кранты. Бонжор, ну урод, давай выходи, я знаю, что ты там прячешься. Встреть свою смерть как мужчина, не позорься. Никакого времени на подготовку не оставили, гады. И сам Тоха Кальмар с ними во главе. Это конец, это все. Только на тебя, Надежда, приятель. Я тебя прикрою. Руби комсайд, эспирадо. Мда. А все ради приигрышни рублей. Ну что ж, пойду встречать. Может обойдется без крови, если я с ними от души пообщаюсь. Будем держать оборону в бой. Вот это да. Ай, мудрый боюик мы все-таки вернули. Черноволосый мужчина с аккуратно подкрученными усами, окруженный бригадой вооруженных амбалов, ухмыляется вам и поудобней перехватывает свой ручной пулемет. Ну, Марков, кто бы мог подумать, что у тебя найдутся такие интересные друзья. Слушай, у моего коллектива претензий к тебе появится только если мы узнаем, что Марков нанял тебя за мои деньги. На всех остальных случаях не вижу причин, почему мы не можем сейчас разойтись хорошими друзьями. Так, с такими, как ты, дружбу не вожу. Это просто капец. А то, свалим их. Деньги он только обещал, но еще не платил. Если честно, мне перехотелось ему помогать. Я хочу побольше разобраться в ситуации, что Сеня натворил. А ведь я готов был биться об заклад, что он всем растрепал про то, как они сгрузил и нагнули короля проспекта Дружбы Народов. Марков был частью моей банды, помогал вести учет. Но в один прекрасный день этот порк рос и его дружок решили жить под крышей шайки Тохи Кальмара здорово. Но знаешь, что будет еще лучше? Поиметь Тоху. Поиметь его ребят. Поиметь его пса. И самое обидное, у них почти это вышло. Они уличили момент, усыпили малыша Фигаро и вынесли общак. Но дурака могила исправит. Поэтому на месте преступления оставил доказательства. И теперь оба отправляются на прогулку по дну моря в бетонных калошах, начиная с Сеня. Ты мне нравишься, парень. Не напрашивайся на путевку в это глубоководное турне вместе с ним. Извини, но мне нужно, чтобы ты отвалил от него. И почему же я должен отвалить от этого морякона? Потому что ты сказал? Или может потому что он собирается вернуть мне украденные деньги? Я ведь знаю, что он сгрузил и уже прокутил, по крайней мере, четверть. Ха, удача, ну-ка. Ты знаешь, почему тебе надо отвалить? Загадочно подмигнуть и надеяться на удачный исход блефа. Ты явно человек высокой культуры, так позволь тебе культурно объяснить, почему Сеня должен жить. Приведя едва ли не полчаса в сравнительно увлекательной беседе с Тохой Кальмаром, вы делаете сразу два открытия. Во-первых, ему нравится Козаностре. Во-вторых, он невероятно падок на лесть. Габагул, признаюсь, когда я шел сюда, то и не думал, что буду общаться о солнечной Италии и ее знаменитых мафиози, которых я, по твоим словам, так напоминаю. Но при чем же тут Сеня, дружище? Я ввел это все к тому, что ты должен уметь прощать людей, которые совершают мелкие проступки. Ухмылка мигом сползает с лица разбойника, он рявкает на вас, поднимая свое грозное оружие. Ты чего, падла, идиот, ты меня при моей же комарилье выставить пытаешься мочим его, братва? Ёбнуться. Красиво, красиво. Да. Давайте еще раз попробуем. Так. Сейчас за кадром все-таки проклацаю. Так. Когда народная молва разнесет слух о том, что ты просил человека, который тебя так унизил, ты станешь боссом мафии. Да блин. Сразу же меня первым ходом завалил. Так, еще раз. Запиши за ним должок, когда придет время, и тебе нужна будет услуга, этот трус сделает все, что ты скажешь. Сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Мне нравится, как ты рассуждаешь. Эй, Марков, ты слышал наш разговор? Как тебе такая тема? Спущу тебе все на этот раз, но рано или поздно найду тебя снова. И тогда тебе придется мне послужить. Звучит, конечно, круто, Тоха. Я прям с удовольствием приму такие условия. А это? А можно, чтобы ты и грузилу не убивал, а тоже должок на его имя занес? Закон мафии прост. Чем больше должников, тем лучше. Передай грузилье, что он тоже прощен, пока я чего-нибудь от него не потребую. Самодовольный хихикая Тоха Кальмар уходит прочь, совершенно не замечая недоуменных взглядов своих сотоварищей, которые явно заметили, что вы провели их шефа, но боятся говорить об этом вслух, чтобы не вызвать его ярость. С катертью дорожка, пошли обратно в хату морков, обсудим твое спасение. О! Когда конфронтация исчерпывает себя, крупно дрожащий сеня морков подходит к вам, едва держа в руках свой обрез. Я же не всерьез тебя дисперадо назвал, а глянь, что вышло. Ты ведь самый настоящий наемник-профессионал, за такое никаких деньжат не жалко. Скажи, ты в курсе, где трудоградский машиностроитель находится? Ну да. Короче, грузила. Кент, с которым мы поставили кальмары на бабки, крутится днем на их складе. Найди его и скажи, что мы с тобой пережили. А, точно. А если он тебе не поверит, добавь. 1.0.1.8 Другом мы в беде не бросим. Запомнил? Тогда он точно заплатит все до копейки. Благодарю, конечно, но я думал, что ты сам заплатишь. Извини, но такому баблу всяко спокойнее на заводе, где шайку кальмара бы на проходной перестреляли. У меня с собой только на телегу до родного села есть. Но ты не пугайся, грузила отличный майл, и у тебя все с ним пойдет как по маслу. Ладно, а ты куда дальше? 6 лет назад с младшим братом Даником спорили, кому с матерью в деревне остаться, а кому в трудоград на заработки. В этот раз я выиграл, а теперь думаю с ним поменяться местами. Может, у него лучше дела сложатся. Я ему эту хату передам, так что заходи в гости через пару дней. Понятно. Что ж, на этом тогда я предлагаю нам закончить. Продолжим уже в следующей серии. Я благодарю всех за просмотр. До скорой встречи и пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...